Доброго здоровья, Ачка! Хунту и хунтубары! Лишний раз напоминаю, что ситуация меняется постоянно, и этот разбор не является свежайшим аналитическим шоу с селфиками из самых горячих точек. Я хочу, чтобы мы понимали, кто, где и как складывается ситуация, так что продолжим. Это второй ролик. Безвозвратная потеря российских интервентов ВСРФ, Росгвардии, ФСБ, ГРУ, ЧВК, Вагнеры, Лига, коллаборационисты из Ордло и российские группы, Сербии, Сирии, бывшей Белоруссии и прочее, на 6 утра 19 марта в условно живой, поскольку кроме наемников это зомби, на украинской территории превысили 17 тысяч особей. Практически везде идет переход расшистов к обороне. На территории бывшей Белоруссии высажены последние резервы бесноватого Хмюрера, подразделения с Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Таким образом, эти города оставлены полностью беззащитными перед Японией, Китаем и Каэндер. Абхазцы, схинвальцы, памрийцы и остаток таджиков уже вводятся в бой вместе с курсантами и военными оркестрами. Ну что ж, пусть шваброзады попробуют себя теперь в обороне, раз с наступлением не получилось. После некоторого периода калибровки начнутся, по необходимой подготовке, три масштабных спецоперации. Тем временем, на польско-российской, на участке бывшей Белоруссии границы, очереди из фур коллаборационистских фирм, везущих шабрастан под видом мыла и памперсов, листовую сталь и компоненты, из облокированных украинско-польскими активистами организациями достигли 22 километров. Оу, барыги! Товар испортится, пора раздавать народу. Вдруг срок за нарушение санкционного режима скострят. Что касается оккупированного Кёнигсберга, то он логистически заблокирован уже месяц. Теперь продолжим разбор из предыдущего ролика, но про южные широты. С южной группировкой войск противника все обстояло несколько не так, нежели это было с тем стадом, которое сосредотачивалось и разворачивалось в Белоруссии. Если основу нагнанного в Белоруссию балалайщников составляли части и подразделения из состава ЦВО и ВВО, которых в силу маскировки намерений главного командования необходимо было перебросить на весьма значительное расстояние, сосредоточить и развернуть практически мгновенно, не вызывая подозрений перед самим вторжением и которым ставились прямо со старта самые решительные задачи и цели, то южная группировка, неспешно и задумчиво, разворачивалась на основе трех армий ВВО, 8, 49 и 58 А, практически в тех же зонах и районах, где дислоцировались ранее, в отличие от Северной Орды. Этим кукрыниксам был поставлен целый ряд оперативно-тактических задач, выполнение которых допускалось в несколько этапов, причем не особо торопясь. На первом этапе предполагалось, судя по всему, выход к нижнему течению Днепра, захват шлюзов Северокрымского канала и Каховской ЭГЭС, вторым этапом прорубание коридора вдоль побережья Азовского моря на соединение с Бантустанами и на заключительном этапе соединение с Приднестровьем с одновременным взятием Одессы, причем очевидно, что урки рассчитывали на сопутствующие выступления по российской ваты, как в Одессе, так и в городах Николаев и Херсона, а также появление возможности провести комбинированную оперативно-тактическую десантную операцию. Планировалось всего этого достичь не одним стремительным ударом, а поэтапно, так сказать, от меньшего к большему. Однако, как всегда бывает в реальности, жизнь внесла свои коррективы. Случились следующие события, которые весьма существенно повлияли на ход и содержание действий орков на южном операционном направлении. Оказалось, что никаких мощных и непроходимых укреплений и позиций ВСУ сразу за перешейком нет. Более того, ВСУ своими основными силами просто отошли из этого очень и очень уязвимого района практически за Днепр и на север в Запорожскую область, оставив оперировать в Прикрымских степях лишь небольшие заслоны и подразделения прикрытия, что, однако, никоим образом не сказалось на уровне потерь противника. Прежде чем южная группировка войск противника доползла до основных рубежей позиционных районов обороны ВСУ на юге, преодолевая их перманентно расползающуюся полосу обеспечения, она понесла вследствие артиллерийских и авиационных ударов ВСУ целый ряд достаточно болезненных потерь, в первую очередь касаемо бронетехники и собственных огневых средств. Оказалось, что необходимость наступать на постоянно расходящихся направлениях для выполнения поставленных задач очень сильно влияет на график и скорость их выполнения. Происходило это от того, что командование орков на этом направлении вынуждено было дробить и делить состав своих тактических групп из-за постоянно расширяющегося фронта наступления, эффект обратной воронки, что, в свою очередь, вело к уменьшению оперативной плотности войск на главных направлениях их наступления. Для того, чтобы сохранить эти самые плотности, оркам приходилось постоянно, причем с первых же дней наступления, уплотнять свои передовые группы резервами из второго эшелона, то есть задействовать БТГР из состава 58-й и 49-й ОА, что на самом деле планировалось сделать куда как позже. Удивительно, что плеш-планировщики не смогли догадаться о том, что их южная группа войск столкнется с этой проблемой сразу же после того, как она вырвется на оперативные просторы с тесноты крымских перешейков, просто посмотрев на карту. По сути, они не смогли сопоставить местную топографию с оперативными возможностями собственных войск. Это в высшей степени удивительно и выглядит странно. Победопоклонники не смогли догадаться о том, что если ты попытаешься одновременно наступать на Херсон, Мелитополь и вдоль Азовского моря, тебе потребуется куда больше войск, нежели пара БТГР, которые ты сколотил на основе 22-го Крымского АК? Оркам удалось на этом направлении провести единственную удачную десантную операцию район Новой Каховки с захватом дамбы и района ГЭС, а также насверлить в первые дни вторжения несколько дырок в нашей системе ПВО. За счет чего в первую неделю они достаточно активно применяли на этом направлении авиацию для непосредственной поддержки своих войск, что давало им определенные козыри и облегчало их продвижение. Однако это также сыграло с ними достаточно злую шутку. После того, как украинскому командованию эти дырки удалось залатать, вертолеты огневой поддержки и даже самолеты морской авиации Орков продолжали самоверенно и неоправданно смело действовать в этой зоне, игнорируя украинскую ПВО. Это привело к тому, что в один прекрасный день они стали массово валиться вниз, научно доказывая законы физики, что несколько отрезвило краснозомных, командующих авиационными силами на этом направлении. Теперь к непосредственной воздушной поддержке своих войск, оперирующих на этом направлении, они стали подходить куда как взвешеннее. По сути, спустя неделю наступления южная группировка войск противника распалась на три полуавтономных группировки, оперирующих на самостоятельных направлениях Херсонско-Николаевскую, Запорожскую и Приазовскую, что было достаточно закономерным и понятным еще до вторжения, но оказалось непостижимым самим Орком. Лишняя хромосома не просто так придумана. Вот о ситуации с Херсонско-Николаевской группой мы сейчас и поговорим. Итак, судя по открытым данным и источникам, эта группа войск московитов, действуя по общей дирекции Херсон-Николаев-Вознесенск, имела задачу обойти с севера Николаевско-Одесский участок украинского Черноморского побережья и впоследствии во взаимодействии с оперативно-тактическим комбинированным десантом его занять. Надо понимать, проведение этой локальной оперативно-тактической операции также предполагало в последующем продвижение войск противника в район Знаменки и Великомихайловки с целью соединения с ПМР. На самом деле, при решении этой общей задачи командованию войск противника пришлось бы решать еще целый ряд сопутствующих задач, которые в объективном отношении явно весьма усложняли достижения запланированных целей и, как продемонстрировала реальность, вообще исключали ее достижения. Да, грубо говоря, захватив переправы через Днепр у Новой Каховки и в Херсоне, противник получил возможность сосредотачивать и разворачивать на его правом берегу свои войска в любой потребной ему для дальнейшего наступления конфигурации и объеме. Но, опять-таки, в этом отношении для захватчиков было очень важно определиться с направлением своего дальнейшего наступления и участком приложения своих главных усилий. Другими словами, им было необходимо ударить в то место, где для ВСУ это было бы не только очень больно, но и неотвратимо. А вот с этим у орка командеров, как показала практика, дело обстоит туго. Я бы даже сказал, очень туго. Играв в покер или в верю-не верю, не являются их сильной стороной. Более того, склонность к действиям по шаблону из советского учебника по оперативному искусству, а также примитивное понимание и восприятие смысла действий противостоящего тебе противника другими словами, механическое проецирование своего понимания обстановки на понимание противника приводит орков регулярно к принятию абсолютно дурацких решений. Выйдя на ближние подступы к Николаеву с юго-восточной и восточной стороны, орки почему-то решили, что украинское командование в обязательном порядке попытается удержать город своими главными силами, двинув туда свою основную группировку. И потому они придумали, как им показалось, гениальное решение пропустить наши войска к Николаеву, а затем, сковав их боями на ближних к нему подступах, обойти сам город с северо-восточной и северной части, двинувшись к Вознесенску по левому берегу южного буга, а также прикрывшись с правого фланга у баштанки тактической группой войск. Действительно, если исходить из положений советского учебника по оперативному искусству, такое решение позволяло оптимальным способам под угрозой окружения добиться от ВСУ оставления имени Николаева и отхода их частей подразделений в направлении на Очаков-Южное. И вот тогда можно было бы подумать о пуске в дело тех организмов, которые нынче болтаются в море под Одессой на нескольких больших десантных лоханках. Но не так сталося, як гадалося. ВСУ не полезли главными силами в сам Николаев, вполне резонно предположив, что это нифига не по фэншую. Вместо этого, активно маневрируя непосредственно перед фронтом наступающей группировки Бравой Тушенки по правому берегу Южного Буга, а также по рубежу Новый Буг Апостолова, то есть спекулируя нанесением флангового удара по прущим на Вознесенск орко-гудерианоцам, украинское командование добилось сужения полосы наступления Орды на Вознесенском направлении, долбанув предварительно по их фланговому ответвлению у Баштанки. А после остановки основной группы у самого Вознесенска район Ракового с целью пополнения запасов МТС огребла и она сама. В результате Орки, понеся песец, какие чувствительные потери, вынуждены были также свернуть, ну или, скажем так, приостановить свое наступление на Кривой Рог, так как стало понятно, что после разгрома у Баштанки и Вознесенска ВСУ вполне могут ввалиться к Днепру у Новой Каховки и вообще нахрен закошмарить сосредоточенную для прорыва к Кривому Рогу правофланговую группу Орка войск путем окружения и прижатия ее к реке. В силу всего вышесказанного, а также благодаря упорной обороне самого города Николаева с грамотно организованными противодесантными мероприятиями и артиллерийской поддержкой, на данном операционном направлении сложилась следующая ситуация. Для орков нынче очень актуальным стали не какие-то там гипотетические прорывы к Южно-Украинской АЭС, Кривому Рогу или к Приднестровью, а отвод своих потрепанных сил и средств в район Херсона и Новой Каховки. В противном случае их разгром восточнее и северо-восточнее Николаева становится неизбежным и фактически свершившимся фактом. Это первое. Второе, после всех этих неудачных бросков и глубоких рейдов в степях Украинского Причерноморья, оркам следовало бы по уму отойти за Днепр и начать перегруппировку и пополнение. Вместо этого они пытаются удерживать широкий плаздар между Новой Каховкой и Херсоном по правому берегу Днепра и даже немного активничать. Это все очень печально для них закончится. Почему, спросите вы? Не скажу. Нехай сами сдогадаются. Далее будет. Бережите себе. Ставьте вподобайки та ставьте донатерами Пенса. Тисуйте в червону пимпочку внизу під роликом, щоб стало сиренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливісті підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить на перемогу. Тож перегляд, донат, репост і коментар це ваш внесок у перемогу України.